Музыкальный слэм Музыкальный слэм, который начинаем мы сегодня Наши уважаемые жюри сегодня тоже с нами Это Андрей Руденко, Ольга Скепнер и Эдуард Туманский У нас ежегодно проходит фестиваль «Зеланкон» в ДК Миленина Вот как бы это наше, скажем так, самое главное событие за год Творческая площадка Да, самая главная творческая площадка наша Рустем Хабибуллин и Рамиль Идиятуллин Участники ансамбля этнической музыки «The Irish Snake» Ансамблеобразующий инструмент «Волынка» приехала когда-то из Великобритании И теперь на ней исполняют не только традиционную ирландскую и шотландскую музыки Но и обработки татарских и русских народных мелодий Мы используем иногда «Волынку» как место саксофона в джанровых вещах во многих И звучит неплохо Жюри оценивает выступление первых участников довольно строго Оценки 6, 5, 6 Сам инструмент, ну, скажем так, нераспространенный у нас в республике И поэтому это уже какие-то накладывают такие, ну, обязанности Музыка все-таки это искусство, которое развивается во времени И если музыкальный материал распадается на сегменты Это уже признак того, что вот стоит обратить на это внимание Ансамблевый дух, если уж 4 человека на сцене, это квартет Причем в таком, в инструментальном плане довольно-таки необычном составе То, конечно, и задача ставится высокая Прежде всего в ритме Потому что там очень много было ритмических структур Которые нужно было играть синхронно Мне не хватило прежде всего музыкальности и ритма А вообще история с этим квартетом может быть довольно успешной и хорошей Может быть просто они были первыми вообще у нас в конкурсной программе Это всегда очень большое значение имеет Меня зовут Амаль Садреев, я учусь на первом курсе Казанской государственной консерватории Сегодня я исполню пьесу «Все меньше» композитора Шрейнер Амаль Садреев учился в специальной музыкальной школе при Казанской консерватории И уже не раз становился лауреатом международных конкурсов На нашем слэме талантливый кларнетист под аккомпанемент пианиста Елисея Ротова Исполнил произведение под интригующим названием «Все меньше» «Все меньше» «Все меньше» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Говорят, что иностранные языки очень хорошая гимнастика для ума. Мне удалось восходить, наверное, самый универсальный язык. Язык музыки, язык чувств, любви, боли. Роман Хасаев взял в руки бас-гитару лет 15 назад. При этом он никогда профессионально не учился ни владению инструментом, ни музыкальной композицией. Роман — фотокорреспондент одной из казанских интернет-газет. А игра на бас-гитаре и сочинение музыки — его хобби. Есть чувства, их надо куда-то выплескивать, во что-то материализовать. Я не знаю, материально ли музыка, но получается вот то, что есть внутри, выносить наружу этим языком. АПЛОДИСМЕНТЫ Послушаем, как жюри прокомментирует оценки басиста. 7, 6, 7. 7 баллов. У вас великолепная идея, хорошая очень мысль, да? Немножко техника не догоняет. То есть надо заниматься, заниматься, заниматься. И это очень такое, мне кажется, интересное перспективное направление. Я вам желаю удачи. Одному сложнее. Хотя, ну, говорит, двоем. Двоем сложнее. Когда я говорю, вдвоем всегда можно на кого-то свалить. Нет, нет, не правда. Я знаю, как сложно сделать этот инструмент, не просто вывести его из ритм-секции, скажем так, в область сольного, такого техничного даже инструмента. Поэтому здесь, конечно, нужна, кроме мысли и идеи, которые у вас на самом деле присутствуют, и большой плюс, что вы исполняли авторское сочинение, конечно, нужна техническая сторона. В современном мире, где музыки рождается каждый день столько, что просто невозможно ее переработать, интересен может быть только человек, который сам пишет свой материал. И как бы, если вы подтянете техническую базу, мне кажется, вам стоит продолжать бить в эту точку, и вы достигнете многого. У меня мама музыкант. Естественно, я пошла по ее стопам. Правда, она пианистка. И папа даже, который не имеет музыкального образования, он музыкант в душе. Мы всегда музицируем дома, он играет на гитаре, поет. Ну, как-то так каждый день происходит это почти. Эльвира Бекмулина – участница скрипично-виолончельного дуэта «Вайлин Челло». Она и Алишер Гумаров, второй участник дуэта, играют рок, поп, джаз, ирландские мотивы и итальянские песни. Не всякая мелодия сразу зазвучит в струнно-смычковом дуэте. Сначала нужно оптимизировать партии, тембры, темпы. Такую работу проделывают и музыканты с мировым именем, и дуэт «Вайлин Челло». Мы берем какую-то известную группу, которая поет песни. В основном это зарубежные группы. И делаем аранжировки сами. На этот раз жюри расщедрилось даже на десятку. В оценке 8-10 баллов. В начале как-то не очень для меня это было убедительно. В общем, это достаточно сложно. Двумя инструментами сыграть то, что звучит, то, что играет гораздо больше инструментов, и совершенно другие напоры и все. Это понятно. Немножко как-то однообразно звучит, как какое-то техническое упражнение. А это все-таки произведение. А вообще, конечно, молодцы. И так лихо замахнулись и сыграли здорово. Замахнулись лихо. Идея прекрасная. Тоже осуществление такого струнного получается дуэта. Играть в дуэте сложнее всего. И сыграть все и технично, и по динамике все сделать. Ну и самое главное – душу вложить. Вот здесь 8 баллов. Мне не хватило звука скрипки. И ритмическая сторона, если она заявлена, там тоже очень много ритмических структур, которые надо было выполнить. Мне хотелось их сделать точнее и острее. Я считаю, что конкурс в данной конфигурации – это 4 номера подряд. Вот среди 4 номеров это был самый яркий, на мой скромный взгляд, номер. Здесь дело не в том, что там кто-то хуже, кто-то лучше. А вот есть данность – 4 номера подряд. И вот меня зацепил этот номер больше всего. С одной стороны, это колдплей, это не каждый день встретишь. С другой стороны, там был элемент народного наигрыша, который абсолютно был аутентично, правильно сыгран, на мой слух, так, как это должно быть. Это было ярко, очень убедительно, поэтому я поставил десятку. Кларнетист Амаль Садреев и дуэт Вайлен Челло набрали по 26 баллов и вышли в полуфинал. Нас ждет очередной отборочный тур музыкальной битвы. Через неделю в это же время.